Привет, дорогие гости канала! В этом видео я хочу поделиться с вами замечательной историей моей гости Татьяны о том, как она устроилась на стажировку в Google. В этом нет ничего сверхординарного и чего-то запредельно невозможного. Каждый из вас может устраиваться на стажировки в самые замечательные, самые хорошие компании, и международные, и наши. И вот в этом видео на примере Татьяны вы узнаете по шагам, как можно попасть на стажировку в компанию Google, какие возможности такая стажировка дает, и что из себя представляет. Ну что же, поехали! Привет, ребята! С нами у нас сегодня в гостях Татьяна, и мы с вами поговорим про стажировки в Google. Всем привет! Да, она у нас девушка такая больших достижений, и вот и хорошо учится, и на каких-то серьезных факультетах. И вот еще и на стажировке всякие ездят, и вот мы хотим обсудить, как просто, а может быть и непросто, подаваться в Google. Изначально, конечно, с чего я начала, это с подачи. Подавалась я на третьем курсе. У меня был знакомый, который на тот момент работал в этой компании, и он взял мое резюме, чтобы представить его своим коллегам. Погоди, погоди, сейчас все скажут, что у меня там знакомые, и все как-то там через своих, нет? Эта процедура, на самом деле, в Европе, как и в Америке, очень популярна. Она называется referral, когда человек, работающий в компании, представляет тебя своим коллегам и советует. А можно как-то вот просто зайти на их сайт, там найти кнопочку стажировки и податься? Конечно, можно. Единственная разница между этими двумя процедурами во времени. Если тебя представляет человек, который работает в этой компании, соответственно, процедура скрининга на месяц или на два может сократиться. Ага. Если ты сам это делаешь, то это займет чуть больше времени. Ага. Но если ты талантливый студент, тебя в любом случае возьмут, и неважно, каким образом ты подался. Хорошо. Скажи, вот что ты подавал? Мотивационное письмо? Нет. Твоё резюме, что там было? Нет, там было исключительно резюме. Очень важно в резюме представить свои quantification of your results. Достижения, по-русски. Соответственно, достижения должны быть представлены в цифровом формате. То есть, если вы заняли какое-то место в рейтинге, вы должны четко указать какое-то место. Если вы на работе сократили время, не знаю, создание какой-то программы, вы должны указать на сколько. И все ваши результаты должны быть в цифрах. Все четко, практично и ясно. На это очень много, как бы, сильно смотрят. Ага. Татьяна, а как ты думаешь, какие конкретно твои достижения повлияли на то, что тебя взяли? Вот, какие козыри у тебя были? Я думаю, однозначно, моя стажировка в McKinsey перед этим. Она составляла буквы года. Я думаю, что это очень положительно. Это такая консалтинговая компания. В основном стратегическим консалтингом занимается. Да. То есть, по какой курсу там стажировалась? Я стажировалась весь третий курс. И еще лето между вторым и третьим леком. А средний балл, вот, какие оценки ты получаешь в университете влияют? Про средний балл у меня уже спросили чуть позже. После моих двух интервью. Я бы сказала, что по моим впечатлениям это не так сильно влияет на решение. Но на тот момент мой средний балл составлял 4,7. Сколько? 4,7 из 5. Отлично. Вышки же там 10-бальная система, да? Да. И поэтому представлять свой балл в 5-бальной системе гораздо удобнее. Потому что, если вы говорите про 5-бальную систему, если вы получили 8, то это является пятеркой. 9, это является пятеркой. И, соответственно, 8, это не максимальный результат. А 5, это максимальный. Поэтому всегда выгоднее говорить про ваши аккаунты в 5-бальной системе. Ну, конечно, да. Итак, в декабре ты подала документы, когда тебе сказали, что берут. Я думаю, что это было где-то в марте. То есть, мне пришлось ждать. Это достаточно много. Ага. И что? То есть, тебе говорят, вот мы вас берем в какую-то страну, да? Куда тебя взяли? Меня взяли в Польшу, и они мэтчат, то есть, находят соответствие между твоими достижениями, между твоими навыками и той командой, куда они хотят тебя привлечь. То есть, если вы с факультета как-то не только того, вас, соответственно, отправят программировать. Если вы с какого-то экономического факультета, скорее всего, у вас будет бежать. И куда могут отправить? Вот в Польшу, в Дублин, в Ирландию, да? В Лондон могут отправить? Я думаю, могут, но это зависит от специальности. Чаще всего эти технористы, они едут в Швейцарию, в Германию, в Дублин. А все гуманитарии и бизнесовые люди, они чаще всего едут в Польшу. Ага. Ты совсем что-то флотно с людьми. Хорошо, то есть, и ты поехала в Польшу? Да. На лето, когда уже сдала сессию, да, на каникулах? Да. Отлично. И вот на какой проект тебя взяли, вот в чем состояла твоя задача и на сколько во времени? Соответственно, моя сажировка длилась три месяца, и она была разделена ровно пополам. То есть, в 50% моего времени я уделяла общению с клиентами, а в 50% времени это был мой личный проект. И общение с клиентами было установлено по моим каналам, это телефон, имейл и чат. И в этом общении я должна была перезультировать их по поводу их дизайна рекламы. В то время, как личный проект был про создание образовательных материалов для агентов. Красотища-то какая, Татьяна! Да. Скажи, ну вот, а что тебе понравилось во время твоей стажировки, что на тебя произвело впечатление в плане житья-бытья? Я бы сказала, что когда ты работаешь в компании Google, твоя жизнь просто улучшается каждый день. Уровень жизни просто гораздо выше, чем я буду тоже жить в Москве. И... В чем это проявляется? Во всем. Например, в еде. Я бы сказала, что еда в Google похожа на еду в 500-м отеле. Соответственно, у вас есть завтраки, обеды. Вы также можете еду с обедом поставлять на ужин. И... То есть, это настолько шикарно, что... У вас там лобстерами кормили? Да. Лобстеры, ухтрицы, всякие миди, пицца, все что угодно. Это очень классно. Мне кажется, студенту голодному это было очень важно. О, окей. Помимо еды, например, квартиру снимать было очень дешево. Например, в Москве, в Полтушево, что является самым севером, от которой я снимала за 30 тысяч рублей. В то время как в Польше я также снимала за 30 тысяч рублей, но это было в самом центре города, с видом почти на главную площадь. Это было очень шикарно. Ага. А скажи, вот в плане денег, там платят какую-то зарплату, которой достаточно вот на жизнь? Или там, может, даже что-то можно еще и поднакопить? Да, конечно, можно поднакопить. Вам оплачивают сам переезд, делают некоторые релокейшн-бонусы за то, что вы переезжаете с одной стороны в другую. Ага. Но также платят достаточно хорошую зарплату. Ася, не секрет. Цифры можешь назвать? Нет. Нет? Нет. Ну, это бы достаточно, да, чтобы и жилье снимать, и, там, не знаю, ну, короче, не помирать с голоду, просто живешь как нормальный человек. Да, мне было достаточно. Более того, я не скопила денег, но зато я поездила немного в Европе. Да, я поехала в Буланхен, в Чехию, в Краму, в Лоджбассер. И более того, там очень дешевые автобусы. То есть, например, чтобы перемещаться между странами, вы можете воспользоваться автобусом, он будет стоить буквально 15 евро в одну сторону, из одной страны в другую. Для меня это было просто. А когда же ты путешествовала? Это выходные или уже после того, как все закончилось? Интернам дают отпуск. Мой отпуск был неделю. Ничего себе! Ты поехал на три месяца, тебе еще отпуск дали? Да. Отлично. Как раз успела бы путешествовать. Слушай, а насколько реально после такой стажировки трехмесячной попасть в Google на работу и устроиться туда? Я бы сказала, что если вы стали интерном в компании Google, у вас есть шансы 90%, что вас будут ждать. Конечно, это зависит от наших результатов, но большинство интернов, которых я знаю, они успешно получили эту работу и сейчас готовятся к тому, чтобы присоединиться. Ага, а ты почему сама не осталась там? На самом деле, в течение своей стажировки я беседовала с менеджером, часто делилась с впечатлениями и мы пришли к поводу, что это не совсем мне подходит. Меня больше интересуют такие более математические какие-то специальности в работе. Поэтому это был шикарный опыт и я всем очень сильно советую. Но у тебя же еще год обучения и здесь мышки оставался, правильно? Да. А есть люди, которые тоже как ты, они закончили вот эту практику и им нужно вернуться доучиться год, то есть у них тоже есть возможность вернуться потом и работать в Google и не обязательно в Польше, а там где-нибудь в Дублине и там, не знаю, в Лондоне. Да, именно так, и они после года обучения возвращаются, либо приезжают в другую страну и продолжают свою карьеру. Отлично. Ребят, это вот я к вопросу о стажировках в каких-то крутых компаниях, там Google, Facebook, мне очень много про это писали. Я рад, что Татьяна поделилась с нами этой информацией, потому что абсолютно все очень реально. Я обязательно размещу ссылку вот на сайт Google, где именно можно подавать заявки на такую вот практику, ультернатуру. И тоже, также оставлю ссылку на видео Татьяны, где она делится своей историей, но история на английском языке. Ребят, главное, верьте в себя, у вас все получится. Главное, идите к успеху и достигайте своих целей. А какие у тебя ближайшие планы? Вот ты сейчас уже заканчиваешь свою учебу в вышке, бакалавриат. Что дальше? Я очень хочу попробовать поступить в магистратуру за рубежом. Участвуйте в Штаты. Я Англию также рассматриваю, поэтому я с огромным удовольствием смотрю канал Твой. Это на самом деле самая моя главная цель на ближайшее время. Ты уже подала куда-то? Да, я пока подала документы в МАТ и в Принсту. Посмотрим, что это там выйдет. Отлично. А какой совет ты можешь дать моим зрителям? Я бы очень хотела сказать всем, чтобы вы верили в себя. Я знаю, что это звучит как клише, но в моей жизни было столько моментов, когда люди говорили мне, что я чего-то не достигну или не смогу. И на самом деле всегда надо делать так, как подсказывает сердце. Если вам чего-то хочется, если вы чувствуете, что вы принадлежите какой-то среде или какой-то группе людей, делайте это и идите вперед, как вам подсказывает сердце. И у вас все получится. В общем, ребят, верьте в себя и никогда не слушайте, если вам кто-то говорит, что вы делаете не так, что у вас не получится, даже если это говорю я. И даже если это будет профессор или какой-то очень человек с высоким парнем или авторитетом. Знаете, он не прав. У вас все получится, если вы будете к этому стремиться и стараться. Всего доброго. Пока-пока. В конце очень бы хотелось отметить, ребята, что самое важное, это, конечно же, ваша целеустремленность. Если вы хотите, вы попадете куда угодно, хоть на Луну, но можно для начала и, например, на стажировку в компанию Google. Так что я надеюсь, что история Татьяны очень хорошо вас зарядит. В описании к этому ролику я разместил ссылку на видео Татьяны, где она сама, правда на английском языке, более детально рассказывает о своей стажировке. Так что, если вам интересно еще и английский подучить, то обязательно переходите по этой ссылке. Также, ребята, напоминаю, что это канал об образовании. И если вас интересует поступление в самые лучшие университеты мира и вам нужна помощь, то я вам с радостью с этим помогу на платных консультациях. По описанию к этому видео вы можете найти все детали. В том числе я могу вам через своих партнеров помочь подобрать педагогов, репетиторов, людей, которые непосредственно занимаются с вами и проводят занятия, готовят самые лучшие университеты. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин